Продолжение следует... 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 Это все открыто было сказано. А то сегодня мы такие широкие. А тогда это говорить? Как я выступал в кинотеатре, первый раз фильм показывали, предчувствие. И директор Зоя Павловна сидела рядом с мужем, огромный кинотеатр «Мир» возле вокзала. Я сидел, у меня зубы стущали. Я думал, как меня прямо в кинотеатре арестуют. А мы с кинорежиссером Кузнецовым Владимиром Сергеевичем на сцене стояли. У нас выставили, первая была премьера фильма. А он занял первое место на международном киноконкурсе. А то сегодня ничего нет. А тогда прямо речь шла о человеконенавистической партии коммунистов, а они еще у власти. И о том, что я сказал, что партия коммунистов хуже фашистов. Может быть, в сотни раз. Потому что свой собственный народ Гитлер не уничтожал. Это сказать, почему веры в Бога нет. Он не трогал. Храмы не разрушал. Князей, баронов, графов не уничтожал. Они были в власть. А здесь так. Все офицерство, все под нож пустили. Все. Ну и главное, это люди, чтобы знали Христа. И почему не знаю. То ли заместитель была татарка. Она умерла перед нами, Фарида. И потом мы с ней. Она вопросы задавала. Ей это поручили. Кинотеатры были переполнены. Воинские части. Меня за руки тащили через толпы народа, чтобы до арены, до кафедры дотащить. И я знаю, что вы не приписываете себе никаких заслуг в этом вопросе. А называете себя сосудом Божиим, помазанником Божиим, призванным на благовестие. И делайте это все не своим умом, а по благодати Святого Духа. И я понимаю так, что вы тот человек, который послан Богом на землю, чтобы делать то дело, которое нашли апостолы. И я не стесняюсь этого признать и сказать. Это мое убеждение. Аминь. Да, вы чтобы там молились всегда своих предупредить о отце Владимире Головине. Чтобы Господь дал ему силы все это перенести. И в дальнейшем, как он говорит, может побугал в Потеряевке. И даже от отца Греба Грозовского посадили. Я не оправдываю, я его не знаю. Я знаю, как там тяжело, и чтобы его Бог сохранил, он не отчаялся. Все это временное. Видимое временное, невидимое вечное. Заранее говорите, чтобы не было покушения на правителей. Бог благословил Патриарха. Заботьтесь не о наших автокефалиях. Как Андрей Кураев говорит, каждому человеку автокефалию Бог дал. Полную свободу. А не то, о чем они сейчас там в Украине не давать. Давать наше дело душу спасти. Прославить Христа. И быстро ответ не давать. Вот я что вам сказал. На всякие свои недостатки нигде не ищите оправдания. Гнилые подпорки не ставьте. Эти замещания я вам говорил, наверное, сотню раз. На каждом шагу. И ничего не изобретать, как вот Никита. И сначала крепко усвоить то, что ты видел и слышал. Абсолютно везде, везде какое-то извинение этому делу, которое совершенно неправильное. Зачем это? Я рядом стою, вопроса ни одного нет. Я ушел, вы начинаете делать по-своему. И делайте вопреки того, как у нас принято. Я вам показываю не потому, что на стае, на своем, а какой вариант лучше. И вы тут же признаете, тот вариант, который у нас принятый, он опробирован сотни раз. Он лучше во всем. От входа в дом до выхода. Почему об этом и говорил Соломон. Благослови мой выход к народу, и чтобы обратно зайти. Чтобы меня люди не посчитали негодным царем. Вот мы зашли в этот мир. Давайте шире расширим это. И когда мы выйдем из этого мира, что будет? Вот люди все время ропщат. Я пример беру наших родителей. Отец инвалид войны. С матерью ни одного класса не кончили. Десять детей. Вот пусть найдут такую семью. И они никогда не роптали. Не было, чтобы власти там поносили. И как-то здесь... Вот сегодня ничего нет, кажется. Мерзную картошку весной собирали. Я помню, у нас там рыжих был такой, трава такая. Зернышки. Вплоть до лебеды. И все сыты. И никто никаких таблеток, давление какое-то измеряет. Ничего этого не было. Мы даже не слышали об этом. А что такое давление? Ну, бывает там, мать скажет, простыл. Еще вон картошки валила на пару, закрыла тебя. Готово дело. И в любом деле молитва на всяком месте. Всюду, везде несите свет Евангелия. Никогда не оправдывайтесь. То, что не совсем точно знаете. Да, может, не обдумал. Давайте помолимся, чтобы Бог прозумел. Услышал? Дай созреть мысли. Вот отец Головин-то и говорит. Картошечку бросили. И тут же мы не вынимаем, чтобы жевать ее. А даем созреть ей, чтобы она сварилась. Вот это действительно так везде. Бросили семя и урожай снимать. Нет. Лето будут, дожди, грозы, недостатки какие-то в погоде. А потом, вот так. Где будете, являйте собой свет Евангелия. Спаси Христос. Все жители Потеряевки. Вашу общину свято-анфимовскую. И дай Бог, чтобы все молитвы, которые вы возносили Господу Богу, были услышаны Господом. И Он укрепил вас на вашем праведном пути. Аллилуйя. Слава Христос. Значит, вы не жалеете, что второй год приезжаете сюда? Я не жалею, потому что это мой выбор, мой путь. Я всю жизнь должен был искать эту жевчужину, в конце концов, нашел ее. Все свои ранние отпуска я проводил в Карпатов, в Крыму, где только я не был. Где только не путешествовал. Ну, а теперь мой путь четкий, определенный. Село Потеряевка, вся Танфимовская православная община. Так, наверное, все, уходим. Батюшка свет тушит уже. Вот, давайте. Вот у него здесь лежат. Вот, батюшки, кошки. Кошка где-то была. Что, говорит, делать с котятами? Вдруг перевела котят. Вот они лежат. У меня вчера Паля принесла четырех котят. Вот одного перей оставил. Это еще не все. Вон, тоже глаза сверкают. По 16 килограмм. Два мешка с книгами. Мышкам тут не будет раздуль. А я там и мишки ваши показал. Как будто бы специально. По 16 килограмм написано. А они оказались по 16 килограмм. С весом вместе. Вот тоже интересно как. Никогда в таких мешках не отправлял. Их клали. Никто книги не вешал, не мерил. Вот вчера мы с вами, это у меня подсчет показал. Когда мы проехали 600 городов, сел, районных. Только за три года. Не считая, что здесь мы раздали больше 30 тысяч Евангелий. А полный комплект, 38 книг. А мы на 600 мест. Не считая другие места. Тут как-то было и прихальное собрание. Я решил подарить Новый Завет. Трехтомник с толкованием Блаженного Феофилакта. Наше издание. Иллюстрированное. В котором 240 цветных иллюстраций. Гюстаро Даре 230 и 10 из классики. Ну и подарить священникам. И мы так. Одни стояли при входе в Покровский собор. Дальше там где-то двери другие выходить, покуда им нужно. И епархию. То есть блокировали все. Всем священникам подарить Новый Завет. Для Слова Божьего нету. И в общей сложности мы за раз подарили около 120 комплектов. И считай. А их-то всего тысячи экземпляров. Ну потом переиздание было на 2000. Мне пришли как-то и говорят. Их вчера показывали в библиотеку Путина. И ваш трехтомник стоит. Посылали. Остальные не знаю. Ну ответ получили. Что дошло Медведеву. Посылали Патриарху. Архиереям. По восьми параметрам наше издание лучше самого хорошего Патриаршева. Никогда не было у них издания с откровением. А это 430 страниц. Отец Геннадий Фаст. Он в Абакаре. Он как раз обработал эту тему. Толкование. Выходим. Поклон, батюшка, всем передашь. Так. Ну что? Давай. Выносить. Свет там выключил. Свет выключил. Свет. Вот здесь, да? Да. Потом там, когда будешь садиться в поезд, смотри, как тебя мотнуло. Давай. Спасибо. Так, прощаемся. Ничего не забыли? Нет. Все взял. Не забыл? Ничего? Ничего. Значит, зарядное устройство, телефон, паспорт, деньги. Все со мной. Так. Что-то нет. А кто везет-то? Везет-то кто вас? А батюшка знает. А, не, не, Алеша. Машина должна быть проходная. Это мы идем к барабашу с батюшкиного дома. Тут они побыли. Вот через плечо 32 килограмма. Имею ввиду с упаковкой. А так 31. Правда, тут длине-то трехтомника, маленько поменьше тогда. Ага, значит, идет он к Игорю. Понятие у меня такое, что... Там, вон-то он, поставь его вот здесь-то на траву. Вот так. Еще раз повторяю. Ничего не забыли? Ничего не забыл. Все при мне. А то я на велосипеде, еще можно слетать, привезти. Ну, сними ее. Все, держать-то. А то не игрушка. Это книги. Наши книги. Практически книги подходят к концу. Просили там на переиздание, разрешение. Я уже не один раз давал, но переиздают или нет. Не знаю, какие-то сообщества. Вот Господь как сделал. Вот провожаем мы сегодня с Донбасса, с Украины, Игнатова Сергея Егоровича. Вам будет уже 59 лет. Скоро, да? Да, 8 октября, как раз в день памяти Сергея Радонежского. И назвала меня мать как бы случайно этим именем. А откуда у вас эта форма морская? И фуражка такая с якорями. Ну, эта форма не морская. Просто у меня, я неравнодушно отношусь к морской символике. Поэтому пришил себе этот такой вот якорь. А вы в армии служили? Да, я служил в армии. В каких войсках? В Самаре. Это была военно-строительная рота. Мы занимались ремонтом автомашин, которые уходили на целину и собирали урожай. Это был военный завод в городе Самара. Тогда назывался Куйбышев. А где вы в то время жили, когда в армии были? В казарме. Нет, жили в городе. А, город. Ну, я тогда жил в городе, ну, как в это, где служил. Сергей, идем на посадку. Иду, иду, иду. Ну, нести надо. Ага. Все, батюшка. Сейчас. Ничего, ничего, не спешите. Тут минута. Поклон передавайте там, кто нас знает. Скажите, что молимся за всех, просим молитву. Осторожнее. Меня Господь поднял прямо ровно-ровно в полчетвертого. Я сам родом из Донецка. Так, где машина-то какая? Вон, вперед, вперед, проходи. Вон туда. Доброе утро. Доброе утро. Все. Мы вчера уже простились, поцеловались, поклонились друг другу, попросили прощения. Прости, что я тебя тут угнетал, сдавил, трес. Я, отец Игнатий, получал тут словесную хорошую порку, как в притчах царя Соломона. Не жалей рос для сына своего, чтобы он вырос благочестивым человеком. Поэтому я, может, иметь разновение называть вас отцом, отцом духовным, воистину. Никто меня так не воспитывал, ни в детстве, ни в юности, ни в взрослом состоянии. Как это делаете вы? И у вас это получается. И дай Бог, чтобы ваши ученики были... Ну, наш учитель – это Иисус Христос Господь. А вы его посланник. И учите нас быть настоящими христовыми воинами. Слава Богу за все. Все, садитесь, наверное. С батюшкой поехали вместе. Давайте. Если Господь благословит, то 10-го мы будем. Сегодня вторая неделя пошла, как Володя, нет. Вон, в отпуске на две недели. Людмила, а ты-то куда? Да, я все. Ах ты! Ничего себе! Я отсюда подлину две трассы. Вот она как. Это я вокруг машины решил пойти. Куда он поехал-то? А разворачиваться будет. Ой, собаки вышли провожать. Рэм и Алабай. Рэм пришел. Рэм. Рэм. А это Алабай. Тоже провожают. Не спят. Караульте хозяйство. Ну, иди ты. Что ты на дороге-то? Ну, и что, ладно, я что... Уходи с дороги-то. Да я не видел, что дорога-то. Думал, около собаки. Собаку давить-то не будут. Ну, вот где он прошел-то. Ага. Вот это я не знал, что он здесь пойдет. Это я уже тут за ними бегу. Вокруг его гаража. Так, ночь. О, залез в грязь. Не видал. Дождь прошел. Ну, прошел не сейчас, а вчера днем. О, вышел за наша трасса. Пошел он вниз. Вот они уходят. Скрывается Сергей. Да благословит Господь. Людмила в школу оставила. Надежда Васильевна попросила провести уроки. Она вчера начала готовиться. Она же профессиональный учитель. Как раз начальных классов. А ей в девятом тут надо провести. Все, с Богом.